Адские ротара, часть 2. Фильм планерных ужасов. Сейчас впереди должна быть волнище-приволнище. О, пока еще не дошли. Пока просто смотрите, как это выглядит. В прошлый раз у нас по кабине все летало. В этот раз, наверное, будет тоже. Конечно, можно было дотерпеть и попробовать в том месте, где мы были, добрать лишнюю сотню-две метров и обойти все это. Но мы же в коне огни пилоты молнии, мать их. Вот так, терпим, 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 терпим. 4 метра вниз. Сейчас уже будет. Эть. Вот смотрите, как это выглядит. Уже подходим к самому краю. Сейчас должно начать подымать. Пока только трясет. Сиди дома, не гуляй. Каса горы, горы, горы. Фуерраги, реки, ракеты. Чем тебе небо вот такой с ширины? О, вот она. Вот она победа. Стрелка лежит. Вот на ступой татский ратаран, с которой мы пролетели. О, интересно, сколько метров будет. Закрылась ты, четверку перекидывай. А, по зеленой, по зеленой. Фу. Ну вот, что я могу сказать. Так, это вот так вот. Мне даже сказать особо нечего пока. Отдышусь. Вот под этой сирией мишаниной мы прошли. На лариометре 4,8 метра в секунду. Будет больше. Сейчас я на гору стучусь. Там посильнее будет. Вы представляете, какой ужас-ужас. А немец там, бедная русница, еще где-то сзади. О, вот такая погодка веселая. Личайшее явление – южная бриллиантовая волна. Почему? Потому что при южном ветре мгновенно происходит выделение огромного количества влаги. И волна запускается, ну, буквально час-два, и это превращается в огромные горы плачущих дождями облаков. Вот сейчас как раз фаза, когда она запустилась, волна, и мы выполняем набор. Сейчас будем выбираться наверх, посмотрите. Сверху тоже какие-то облака, то есть непонятно, на сколько мы выберемся, на сколько далеко. Но сам факт – нахождение в волне уже сам по себе приятен. Дует юго-восточный ветер. Его сила 70 км в час. При такой ветре я взлетал сегодня с обратным курсом по аэродрому. То есть у нас аэродром всегда рассчитан на взлет на север. Я сегодня взлетал на юг, в гору. Вот я сейчас вам крылом покажу. Аэродром наш. И вот видите, вон он, аэродром крылом показываю. И если взлетать таким курсом на юг, то упираешься в гору. Но удается взлететь, повернуть. И в общем-то все хорошо. А сейчас полюбуйтесь на южную волну. Красота. Вот под нами проплывает облачность. Сама волна чуть впереди. Сейчас я верну. Вот так можно среди облачков летать. Вперед немножко. Немножко по ветру вздулся я. О! Вот идти. Демонстрируем вам бриллиант южной волны. Чем она характерна? Тем, что образуется при южном ветре, как понятно из-за названия. Обычно все волны у нас северные, примистрали. А когда начинает дуть юг, юг ветер плохой погоды. И сразу же начинает задувать влага. Вот, собственно, у нас через 2 часа дождь пойдет. Но перед дождем есть кусочек погоды, когда можно попарить в южной волне. Мы летали сначала в динамике от Апотра. Набрали высоту. И сейчас вот вдоль этого облака в волне набираем. Над нами следующая группа облаков. Собственно, нас не так высоко выкинет. Ну и волна слабенькая, то есть буквально метрик. Но все прелести волны, как мягкая погода, мягкость ее. Ну и вот такой вот поучительный какой-то эффект. Вот Дана еще ни разу в волне не летала. Поэтому для нее все вновь. Дана, расскажи, как... Нашим глубоко уважаемым слева камера, любителям лайнерного спорта. Как волни тебе? Очень плавно, очень спокойно. И так красиво, когда все облака и внизу, и на верху, и вокруг, параллельно. Совсем новые ощущения. Да, царство облаков у нас. Друзья, ветер 60 км в час, но хотя бы был внизу 70. Недавно мы ели. Вот, и выстрелились целой цепочкой из этих лоун. Можно тут играться. Такие отскоки, сякие. Чем еще интересна южная волна в том, что, чтобы не взлететь с нашего аэродрома, нужно взлетать и при попутном ветре, пока его еще не раздуло, но мы сегодня не успели. Ну и тогда, собственно, я взлетел при ветре встречном. То есть взлетал я курсом на юг. Я сейчас крылом покажу наш аэродром. Вот он в конце долины. Обратите внимание, вон он. Соответственно, при таком курсе южном, если я взлетаю, я попадаю в гору на взлете. Поэтому я с самого конца полосы разгонялся и при взлете повернул налево. Взлетел до ангара, повернул налево. У нас был вариант остановиться. Естественно, я не самоубийца. Потом повернул налево. И вот эта юго-восточная составляющая ветра, которая была, она, в общем-то, выручила. Кладер хорошо пошел вверх. Потом там были запасные поляны, площадки. Все замечательно. Вот, наслаждаемся. Там вот путь в большие горы. Но туда мы не полетим, потому что в любой момент пойдет дождь. Ну и, собственно, волна южная еще говорна тем, что она очень быстро заволакивает дом. То есть мы вот сейчас все видим, а потом чпок, и все. И не видно ничего. Посмотрите, какая чудовищная волна выстроилась в сторону Гренобля. просто чемоданище. Сейчас можно до Гренобля сгонять за 10 минут и вернуться. Ну, не за 10, я шучу. Ветер у нас 98 км в час. Приходится увеличивать скорость, чтобы пробиться. Вот такую чудовищную красивую волну мы сейчас оседлали. Встал я сегодня в 5.45. Бодренько собрался и в небо. Вот у меня сейчас второй вылет. О, бодрый, весел. Конь-огонь. Волк-огонь. 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 Посмотрите, какая чуть мрачноватая, но красота. И бесконечная дорога в одну сторону и в другую. Непонятно, куда бедному крестьянину податься. Видите, какое поле облачное? Мы над ним. Это вот волновая штука. Зимняя она видна, как линза. Ну вот. А у нас видна, как не знаю, как поле облачное. Наши аэродромы далеко. Так, поворачиваем направо. Хочу вам какую-то перспективку показать. Вот оно что. И вот можно сейчас вдоль этого облачного поля как дунуть. Вот так глаза глядят. Ну, немножко макровата, конечно. Сыренькая такая волна. Вот наверху можете наблюдать следующее некое количество облаков. Очень много воды, конечно. Вот далеко. В такую погоду надо ближе к Италии лететь. Скажем так, к сильно-восточной, чем мы сейчас находимся. Там посуши, покрасивее. Но не имею такой возможности. Посмотрите, в какой системе волновой мы поим. Проходим многочисленные слои вторичной облачности. Видите? Такая чума сбоку от нас. Такая многослойная такая волнища. Почти. Мы добрались недавно были практически над ней. А сейчас еще один слой. А над нами еще один слой. Непонятно, докуда идет эта слоистая структура. Вот так мы балдеем под ракетный блюз. Высота 5000 метров. Скорость ветра 108 км в час. Еще такой ветер приземляться. Но это, как говорится, все настоящие планилисты новых проблем. И такой волновый покой. На этой высоте изрядно холодно. Ну, так сказать, не знаю, сколько, но дуба врезаешь по полной. Я тут такой счастливый. Здрасте, здрасте. Здрасте, 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 зд